иркутск слышно хорошо доброе утро и так пусть или повторите пожалуйста алфавит смотрите мне в глаза порадуйте наше ухо порадовать особо нечем а-а-и-и there is a только здесь так сильно не растягиваем Потому что, как х, как х, ааа, прям не надо. Пять х, джа, джиха, ня, татха, даджиха, ня, татха, даджиха, ня, татха, даджиха, ня. Я, я здесь. Я, ра, ла, ва, ся, са, са, ха. Всё здорово, Дим, надо только наизусть теперь. Хорошо, Евгений. А, а, и, и, у, у, ри, ри, лри, э, ай, о, ау, ам, а. Чачха, джаджиха, ня, сначала перед этим. Как х, га, 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 нга, потом чачха, джаджиха, ня. А, татха, дадха, на. Татха, дадха, на. Бабха, бабха, ма. Я, ра, ла, ва. Ся, ха, са, ха. Очень хорошо, Евгений. Дим, надо, чтобы ты так же мог, как Евгений, чётко, не отвлекаясь, глазами не зыркая. Понял? Это задача лично для тебя к следующему разу. Москва. А, а, и, и, у, у, р, ри, л, ри, э, ай, о, ау, как ха. Ам, ах. Анусвара и висарга между гласными и согласными. Ам, ах. А, да, да, позже. После ау, ам, ах. Так как анусвара и висарга отдельно произнести не можем, мы их добавляем к а. Значит, ау, ам, ах. Как ха, га, ха, на. Ча, чха, джа, чха, нья. Та, тха, дадха, на. Та, тха, дадха, на. Бабха, бабха, на. Бабха, ма. Я, ра. Ла, ва. Ла. Ла, ва. Ща, ша, ца, ха. Хорошо. В общем, у нас один, пусть и Лимск, в отстающих. Понял? Хорошо. Это ещё как сказать. Тим, ты догнал что-нибудь? А, ну вот прошлые занятия почти, ну, большую часть догнал. Вот к этому занятию я часть сделал, но часть не сделал. Честно вставал почти каждое утро рано-рано. Хорошо. С тебя и начнём. Всё, конечно, тяжеловато. Итак, с чего начнём? С чего хочешь начать? Ой, я, кстати, хочу начать, мне понравилось переводить текст. Ну давай, какая страница? Это тринадцатое упражнение. Страница? Ну, у меня старое, 75. Ну, 75? Да. Так далеко уже? Так от тринадцатого мы же делали упражнение, ой, занятия. Нет, подожди, подожди. От тринадцатого мы только взяли, значит, все делали тринадцатого? Я не делал. Нет, Тим, ты сделал чуть больше, чем положено. А тринадцатом мы берём лишь таблицу гунации и вертхизации. Вот это вот второе упражнение, где надо просклонять. Мы из тринадцатого ещё домашку не делаем. Блин, вот жопа. Нет, это не самая жопа, в смысле, эта жопа не худшая жопа. Нет, тринадцатый сделал почти всё, кроме четвёртого. Четвёртого четвёртого. Вызвал много упражнений этих. Хорошо. Ну, вот пятый текст мне даже понравился. Здесь ничего, на самом деле, не такого страшного. Ну, нормально. Я стоял в английском в учебнике. Я сил. Хорошо, сейчас, значит, будем осиливать. Так. А что сделали остальные? Дима сделал тринадцатый. Что сделали остальные? Я МНО делал. Делали, да? Ну что ж, тогда откроем МНО, и пусть тогда Усть-Иримский начнёт. МНО – это вот этот зелёненький учебник? Зелёненький, да. Мы, значит, на чём? Мы на каком упражнении? Один, двадцать четыре. А, мы с первого, да? Мы первое ещё не делали. Угу. Хорошо. Двенадцатая страница, да? Да? Да. Так. Exercise 1. Под глагол одишь? Один, одишь? У меня всё... Один. МНО. Один. У меня всё... Сначала говори от какого глагола, а потом уже слово. Что означает? Указывать. Указывать. После гунации добавление суффикса «а» что получим? Диша. Диша? После гунации? Да. Смотрим таблицу, открываем. И что соответствует? Диша. Насколько я понимаю. А почему «и»? Так я и говорю, почему «и». У нас в корне есть буква «и». Диш же корень. Корень диш. У нас же ступень гуна. Ты сказал «диша». Сначала же гунация. Открыл таблицу? Ну да. Так. «И» это в слабой ступени. А в средней ступени? В гуне. Что? Какая буква? А откуда у нас «и»-то? Ну как «и»? «И» у нас в корне «диш». А мы её не трогаем. А это надо смотреть по гласной. По гласной? Весь процесс чередования связан с гласной. Ну у меня вообще тогда фигня. Ну хорошо. Это вообще не проблема. В смысле не впервые же. Я и так почти ничего не сделал. Так я сейчас понял, что то, что делал, то не... Я просто думал, делал и думал. Что-то у меня не сходится. Ну хорошо, это не проблема. Итак. Поднимаем корневую гласную ступень гуна. Тогда «диш»-е. Что получается? Угу. Ещё раз. «Диш»-е. Громче, пожалуйста, потому что у меня тут ниагарский водопад. «Диш»-е. Итак, значит, мы суффикс не гунируем, а гунируем только корневую гласную. «Диш». Только суффикса добавьте всё-таки в конце концов. «Диша». После того, как прогунировали, добавьте суффикс. Какой? У нас в пункте Exercise 1 пункте «а» какой суффикс, Евгений? «А» 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 суффикс «а» «Диша» «Это единственное, что я успел сделать». «Диша», Дим? Как слышал такое слово? Когда суффикс сразу добавляем или пункт? Суффикс мы добавляем после всех процессов. Сначала гунируем, а потом любые дальнейшие действия. Запиши себе, что сначала чередование. Потому что после того, как ты прочередуешь, могут возникнуть какие-то интересные санхи, которые будут взаимодействовать с суффиксом, которых иначе бы не было. Итак, дыш, указывать, дэша, что означает? Место. Место. Хорошо. Второй корень. Ду. Ну, тогда будет до плюс а. Значит, до плюс а. А для этого открываем на следующей странице по комиссиональному учебнику. Дану пояснение, что бывает, когда после О стоит гласное? Что бывает? Евгений. Вместо О получается АВ. 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 Да, да. Все нашли где-то? Где-то нет? Пустилимск нашёл? Ну, ДАВ будет, да? ДАВ. Что-что? ДАВ будет, да. Ну, я так и сделал ДАВ. Ну, ты нашёл откуда-то? Ты нашёл откуда-то? Ну, я так и сделал ДАВ. А, ты сделал? Я говорю, я просто не понял, что это как-то вот... Ну, неделя была... Ты не понял, кого чередовать-то? Да, неделя была тяжёлая, я вот садился несколько раз. Ну, понятно. Подходил, смотришь гласный, согласный, думаешь, кого прогунировать сегодня. А то, что тут гласный, надо только прогунировать, то есть передавать. А, ты как-то пытался ограничивать ни в чём. Я понял. Хорошо. Ну, в общем так, было, значит, корень ДУ. Значит, и что мы получили? ДАВ. Ну, ДУ... А суффикс-то не забываем? А, ДАВА? М? ДАВА. ДАВА, что означает? ПОЖАР. ЛЕСНОЙ ПОЖАР. ЛЕСНОЙ. Хорошо. ТРЕТЬЕ. ДУЩЬ. будет дождь... Гунируем, зафиксируем... ДО ша, слышал такое слово? Что означает душ? Ошибка. Душ, 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 что означает? Это же конкол. Ошибаться? В зачистнике, разве нет? Душ, там было ошибаться, что ли? Ну, мой совет распечатать этот список и держите его под рукой, чтобы просто на мониторе его не листать. Потому что на одном экране тяжело всё это. Секунду. Евгений, давай ты найди. Ну, только порт. Хорошо. Собственно, чёткое соответствие английскому слову. Я прослушал, как он говорил. Портить. Портить? Портить. Портить. Ну да, да, да. И что такое Дош, следовательно? Ошибка, недостаток, промах, вина. А вы, Тель-Имские, в каком контексте знают это слово? В контексте Дош. Дош. И что означает Дош? Ну, тоже ошибка. Изъян. Ошибка, изъян. Хорошо. То есть, ты понял, что значение, то, которое ты знаешь, оно непривычно? Ну, это понятно, да. Хорошо. Дальше. Это кавержный корень. Значит, тут надо открывать Залезняка и Санхи. Открыли? Корни оканчиваются на Х, с ними добра не дождёшься. Это уже третья страница, где кто-то Б или пункт В? Б, да? Четыре Б. Четыре Б, здесь условие как Х1 плюс Т. На самом деле, в МНО этот корень вынесен отдельный закон Санхи. Сейчас найду. Я утром перечитывал. Что? Давай. Сейчас. Так. 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 Значит, восемнадцатый пункт, это четвёртая страница. Можете открыть. Это зелёная перечитка. Да? Четвёртая страница, это восемнадцатый пункт. Видите, там дано «друг», «сних», «мух». Видите? И там написано, что оно употребляется как ГГХ. Ну, собственно, вот «залезняк» говорит о том же самом, только с другой стороны. В общем, суть в том, что этот случай, как бы здесь нет буквы Т, но результат такой же. Поэтому у нас получается… Какая гласная там? Устилимская. Угу. 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 Какая гласная? Таблица. Я вот смотрю и... У слабая ступень, а в ступенье ГУ на что соответствует? ДО. ДО. Значит, АХ, как я уже подсказал, преобразовывается в ГДХ. И получается что? Слово образуй мне до конца, пожалуйста. ДОКТХ. ДОКТХ. А ШИ у нас вообще исчезает что ли? Ну вот у нас был... У нас же был ДУШ, правильно? ДУШ был, а сейчас... Найдём. А сейчас уже ДУХ. Сейчас, сейчас, мы уже перешли к следующему корню. Что, тогда вопросов нет. С ДУШом всё было просто? Да, да, да. С ДУШом была ДОШа. ДУХ. ДУХ. ДУХ получается ДОКТХ. ДОЕНИЕ. ДУХ. 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 И ДУХ. 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 Вспомнил? Ну, всё, всё, я понял. Ну всё, понятно? Просто G, D, H не предполагает суффикса A, они не связаны. То есть это просто преобразование H, а A на само кси добавляется. Да. Дело в том, что H себя ведет весьма странно. То есть не может быть слова, оканчивающегося на H, поэтому оно подлежит разным изменениям. А вот в МНО уже написано не G, D, H, а G, H? А там разве именно дух? Там с остальными хэхами написано G, H. Я сходу сейчас не смог найти дух, хотя утром рядом там видел. Там остальные есть? А именно духа не вижу. Хотя это тоже есть. Какой пункт? Восемнадцатом? Подожди. Там у нас есть про дух? Про дух? А нет, есть, да. Дух, молоко. Но там другой пример. Там другой пример. То есть этот же корень будет встречаться у нас в других морфологических процессах. Вот. Именно наш случай здесь не описан. Ну, перед этим, он говорит, что надо воспринимать его как D, H. Дело в том, что в словаре, если ты проверишь, надо посмотреть. Там есть... Делай, пожалуйста, сочеркни небольшой. Есть? Есть. Докха. По-моему, там Докхи нету. Войны, да и нет. Докха именно есть. Но самое интересное, что у неё есть и просто Докха. Докха? Нет, Докха нам не интересно. Не-не. Давай возьмём тогда G, H вместо G, D, H. Сейчас. Только тогда я не пойму, как соотнести с тем, что... Тогда просто непонятно, с каким правилом мы соотносим из Залезняковских, понимаешь? То есть здесь есть расхождение, которое я утром не смог понять, как разрулить. Сейчас подозрение. Главное понять, что H остаться не может. А имеем имя G, H или G, D, H сейчас даже не столь важно. Можем поймено G, H, а можем, как я нашёл в словаре, G, D, H. Тут главное, что гласная подчередовалась, H остаться не может. Оставим тогда... Можем поймено ГО. ГО, 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 ГО. ГО, 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 ГО. Точнее, ДО, ДОГ, ДОГХА. И ДОГДХА. ДОГДХА. Следующий корень. Следующий... Бахри... Бахри. Бахри, да. Что означает? НЕСТИ. 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 Тот же самый процесс с гунацией, только суффикс уже не «а», а «ана». Так, это у нас «ас». Здесь перевод «сидеть». «Ас» что означает? Добавляется «а», это при гунации, потом суффикс «ана», «асана». Тут тоже всё просто было. «Асана», да? «Асана» называют… Что означает «асана»? «Место с сиденьем». Да. «Сиденье», «сиденье». «Удль». «Удль». Это у нас «Мойстен». «Мойстен». «Каша». «А, да». «Каша». «Это… угу». «Это увлажнять». «Наверное, да?» «Да». «Увлажнить это, смочить и увлажнить». «Евгений, в заезднике нет уда?» «Евгений, в заезднике нет уда?» «Евгений, по-моему, нет уда. «С английского, если…» «Вот мойстен». «Да понятно, но…» «Хорошо. Образовываем». «А на…» «А почему «У» мы добавляем «А»?» «Куд». «У меняем же нахуй». «У меняем, да». «Одана». 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 «Это я просто неправильно эти…» «Сделанные смотрю». «Я так понял, что…» «На конце гласного нет…» «Ну…» «Значит, надо вблять «А».» «Нет. Тут важно понимать, что есть корневая гласная. «У» – это корневая гласная. «У» – это корневая гласная. «Я тебе понял, да». «Так как других нету». «Вообще». «Смотри». «Классический, честный, глагольный корень» всегда имеет одну гласную. «Когда в корне две гласные, это уже не корень, а лабуда». «Такие тоже есть, но это уже ненормально». «У меняется на «у» и добавляется она». «Одана». «Каша». «И что получается?» «Каша». «Что означает?» «Рисовая». «Какая каша?» «Рисовая». «Поехали дальше». «Дрищ». «Видеть». «Гунируем». «Ри» заменяется на «Ар», получается «Дарш», и «Ана», получается «Даршина». «Даршина». «Даршина» что означает?» «Может сказать зрительный. «Ну, как прийти и посмотреть». «Ну…» «Нет, не прийти и посмотреть». «Это синоним термина философия». «Увиденное, но вот как бы точка зрения. То есть, как бы, есть шесть школ философии в Индии, они называют…» «Их называют Даршинами». «Ну, что ли?» «Могу». «Следующий». 9. У заменяется на О, и добавляется А на Бходжана. Будет пища. 10. Мат. Стир, я думаю, это, типа, сбивать. От глагола стирать. 10. Там у нас, да, поскольку у нас Х, то будет... 10. И меняется на Е. 10. А, А, А. 10. И какой? Где И? 11. И, конечно, меняется на Е, но у нас его тут нет. 11. А у нас тут, если А, у нас тут получается, 11. И, конечно, меняется ни на что не меняется, если в корне А? 11. Получается, да. 11. А ТХ меняется по правилу на... 12. Маги... Тхана. 12. Нет. А, ТХ, ТХ, это же когда плюс, это когда сначала... 16. Нет, нет, здесь не меняется, потому что... 16. Если бы ТХ было во второй части поезда, например, 16. Суффикс бы начинался, тогда да. 17. Магиана. 15. Здесь получается ничего не меняется. 17. Магиана. 18. Магиана. Что такое Магиана тогда? Или то, что Пахтание Что делали с океаном? Так, какой там Одиннадцатый Мук Муч Мук или муч? Релиз Перевод? Да Версия Так Релиз Это Что? Ну что? Это же глагольный Предполагать Это же не диск Отвобождают Полная фигня Евгений? А, ну да Тут Это же потом Да-да-да Мукша это будет Слышал такое слово Дим, Мукша У поменяется на О Ну Ну вот Муча Это не очень хорошее слово Поэтому Значит Смотрим Что у нас Какой санки Сюда Можем мы Там тоже Там на что-то Меняется Сейчас Внутренний санхи Первый пункт К На К А где этот первый пункт Внутренний санхи Ну вот У залезняка Ну в смысле А какая-то Страница Получается Там Ну Такого слова Мукша Она конечно нет То есть Здесь должна быть Все равно С Откуда ее тут взять Хороший вопрос Я не знаю Есть ли Муч В списке Описанном В начале Книжки Именно Мы Должны Получить Мукшину Я так Верю Сейчас проверю Есть такая мукана У Катергиной Есть мукана Конечно нет Мучана Мучана Мукана есть Мучана И в принципе Мучана есть Да Есть мучана Но тогда Не будем ничего Издеваться Не будем Будем Честно Лишь гунировать И Суфиксировать Мучана Ну то есть Лошадь была Запряженная Ее распрягли И ее Отмочили Тха Мучим Это стоять Стхана Будет Да Стоять Стхана Да Положение Ну место Место Что значит Стхана Да Значит что получается Узбекистан Афганистан Туркменистан У меняется У меняется На О А здесь Есть проблема Помимо Это Нестандартный Глагол Уч Открываем Первую страницу Залезняка Смотрим Особые Чередования И согласно Особым Чередованием То есть Типусам Просарана В гуне Для У Один Что будет Соответствовать То есть Для У Краткого Что соответствует Ва Будет Что получается Ва Ча Ва Дальше А Ва Вместо У нас Ва Это Стандартный Будет Еще раз Ва Ча На Только у нас Сутик С какой Дим И все Вместе Теперь Слово А можно Повторить Я что-то Не очень понял Где На первую страницу Залезняка Есть Вот Ну да Конспект Открыл Трехступенчатое Чередование Таблицу Видишь У Краткую Глазную Слабой Ступени Слева Видишь Слева Получилось Вачина Ага Евгений Как-то Отличить Можно Что Они Особые Только Запоминать А так как Вач Это Самый Частотный Корень Вопрос Еще Другой Корень У Даже У Залезняка Охотно Делать Да Делать С удовольствием Сейчас Смотрите Специально Значит Для вас Открывайте Вторую страницу Мно И Между Двумя Таблицами Посмотрите Там Абзац Данный Угу Видите Вач Яч Ич Точнее Где там Вторая Сверху Слева Это Где Сандхи И И И Некоторые Глаголы Имеют Согласно Терминологии Именно Обратную Угуну Но Согласно Нашей Терминологии Это Особые Чередования Индийский Термин Самбрасарова И Вот Эти Корни Уч Ич И Прич Три Корни А Иж Иж Еще А Ну Три Корни Вот И Внизу Да Под Второй Таблицей Что Написано Все Видят Гуна Не Субститут Фор Виртхи То есть Если У нас Стоит В корне Какой АП Например Да Уже Виртхи То Мы Гуну Не Опускаем Понятно Хорошо Смоченные Разобрались Дальше Сваченные Разобрались Все Пункт С Дадим Москве Суффикс Суффикс Тар Согласно Кочергеной Согласно Мония Вильямс Тррр Главное Чтобы мы Проагонировали Корень А суффикс Уже Можем При желании Так Поставить И Гунировать Разные Условные Системы Индийская И европейская Итак 14 Что означает Делать Так Соответственно Р у нас Меняется На Ар Делать Кар Ну и Будем По-кочергенскому Значит Суффикс Тоже Гунировать И получим Тар Кар Кар Тар Кар Плюс Тар Что дает То есть А правильно Понимаете Что Трр У нас Что означает Кар Тар В Тар Превращается А почему Толфе 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 Гунируем Да А где У Кочерген Я говорю Найдем Кочергенским путем Потому что Правила Тут не написано Это есть Где у нее записано Честно Не знаю Тр Т Тр Отдельно Нет Сейчас Скажу Не знаю Деятель Кроме Деятель Какие Значения Толфе 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 Так Так Кар Та Так Кар Тар Сейчас Сейчас Понятно Дворец и автор Поехали дальше Так Следующий У нас Джи Победа Побеждать Побеждать В смысле Да Джи Победа Это глагольный Код Образовываем Значит И у нас Переводится Образовываем Джентар Получаем Да Джетар Откуда Н Победитель Джетар Что означает Так Значит Да Поехали дальше У нас Перевращается Датар Кто такой Датар Наверное Не очень Правильно Скучит Не очень Правильно Правильно Даю Даю Как у Привалидатора Пусть Ильимск Может быть Щедрый Даритель Может быть Даритель И то лучше Я Вроде Сматр Уже Быстрее Евгений Было бы Найти Славарев Большом Что же Там Нашли Перепроверю А Ну там Там написано Что это Субъект Действия От глагола Да Ну да Давайте Соответственно О Круто Податель Так Дальше Бахар У нас Меняется На Ар Так Ну здесь Что-то Как-то Дхар Дхар Дхартр Нет Бахартр Гунируем же Только Гласную Что такое Бхар Что такое Бхартр Бхартр Так Вроде как Это сам Муж А ну да Хасбер Точно Дальше Мэн А почему Было нести А стал Муж Ну муж Тащит за собой Да Все Это очень Похож Так 18 Ман А Соответственно Остается А Мантр 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 Что звучит Мантр Мудрец Или Там Философ Ну Мыслитель Думающий Все Все Проще Просто Мантр Это Министр То есть Министр Это же Не Мудрец Так Дальше Су Обычно Нет Вращается В Сотар Только Гунирую Суффикс Сотар 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 Что означает Сотар Не сатар А сотар Не сотар Не знаю Что это Сотар Сотар Тавильщик Сомы Кто? Кто Сому делает? Тавильщик О Ну да Пивовар Получается Ну Сомы Ходит С ногами По винограду Не знаю Пива Не совсем Пива В общем Алкоголь Деятель Делатель Иху Значит Ю У У У У У Хо Хо Хотар Хо Это Хотар Что значит Хотар А Хотар Зовущий Хотар Что такое? Ну Вообще Жрец Евгений Пою Перегрежу Разные Категории Есть Ну Вот У У меня Только Вопрос Домашний Есть Еще У Лесника Корень Ху Краткая И Это И Есть Осуществлять Жертвоприношение Ну Просто Вроде Как Жрец Я Перевел Как Священник Если Честно Ну А Как То Разделять На Регбедист Или Еще Кто То Я Не С Кругого Жреца Фотаром Не поймут Жреца На улице Стретишь И Стретишь Жреца Жреца Фотаром Он Тебе Фингал Под глаз Неправильно Это Не вся Круглез Правильно Он Именно Глагол У Бать А Вот Кстати Если Гугл У 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 Да Глагол Ху Вообще Имеет Три Способа Записи В зависимости От того Какой Больше Нравится Автор Словаря И воспользует Ху Хвал Я имею Ввиду Ху У Кратко Это Получается Другое Самый Прикольный Корень У Кратко Да А Вот Я Нашел Вариант Священник Который Ну Вот Видите Как Хорошо Делать Первое Издание По Гам Произносит Что-то Там В общем Да Это Типа Кто Жертвы Приносит Хватар Хорошо Вот Мы Справились С Первым Упражнением Второе Упражнение Начинает Евгений Итак Задача Провертизировать Первый Слог Проагунировать Второй И В первых Трех Добавить Суффикс А В остальных Я Луна Аиндава Что означает Луна Дальше А можно На примере Так сказать Повторить Все понимают Что Откуда Доберется Значит Первую Из Всех Глаз Ну Разбери По частям Надо Поставить Ступень Врыбки И вместо И Поэтому Получается АИ Потом НД Остается А вместо У Нужно Поставить У Ступень Гуна То есть Получается О Но Поскольку Мы Еще После Этого О Идет Гласное Из Суффекса А То О Заменяется На А Поэтому Получается Аиндава Ну то есть Первую Мы Переводим В ступень Вртхи Вот эту Первую А почему Мы первую Переводим В ступени Вртхи А Ступень Гуна А потом Происходит Гунируем Почему Не наоборот Какие правила Игры Чтобы Образовать Слова Вот Есть Луна А есть Лунный Чтобы Образовать Слово Которое Относится Ну как Лунный Это же Несамостоятельное Слово Не А Образование Несамостоятельное Слово Смечается Гунировать И Вархизировать Само Задание Было Первую Гласную Вритхировать Последнее Это Просто Это Именно Задание Или Так Перед Началом Упражнений Не Имеется Ввиду Что Так Это Всегда Надо Делать Или Только В Этому Заданию Ну вот Преобразование Такого Типа Слов Такой Порядок Понятно Нет Ну как бы Я понял Че Чем Например Значит Дальше Рту Получается Артава Да Да Сезон Время Года Остановится Подходящий Уместный Ежемесяч А на конце Тоже Меняется Вот Это Вот Подожди Ум Мы Меняем На О А О Становится Аву Просто Мне послушали Что ты сказал Артава Нет Артава Из-за Того Что После О Идет А Супер О Заменяется На Аву Как Кочергеной Написано Так Поэтому Артава А почему А еще в конце Добавляется А мы добавляем Суффикс Тоже По заданию Мы добавляем В конце Суффикс А Это задание Все Ну все Да Пардон Это точно Разобрался Суффикс Суффикс Не Из-за Суффикс Ава Красиво Правильно Становится Прилежание Сила Я Устеримск Понятно Как образовать Производное Слово Да Все Мне Понятно Понятно Ну я еще думаю И как Главное понять Что ты не понимаешь Мы смотрим на первую гласную Смотрим на последнюю Вот примеры Где уже больше Двух гласных Слово Так мы сначала Над первой Над всеми делаем Нет Только над самой первой А ну да А над остальными Потом в рейте Самая первая В рейте Потом ничего И самая последняя Гуру Нет Не над остальными Над А То есть Если их всего Две То Собственно И проблем нет А если их больше То Смотрим на начало И конец Чтобы сделать Следующее Задание Советую Значит Посмотреть Вам на На комментарии Кочергиной Под Глагольным Корень НИ Метар В старой Книге Это 70 Страница В новой Это Семьдесят Да Семьдесят В новой Семьдесят Семьдесят В новой НИ НЕТР Есть Строчка Евгений Зачитайте Ну Заметьте Что Э И А Могут Оставаться Без Изменений Перед Е Например Джей Да Я Понимаете Почему я сейчас Не сказал Потому что Вопрос не в Больше двухгласных Вопрос просто в том Что Конти Когда мы Проагонируем И вертизируем Дим Мы что получим Восьмое слово Кунти Восьмое в каком упражнении Во втором А Кунти Во втором Кунти Да У меняется На Мы его Практизируем Она Меняется На Ау Получается На что Кау Так Агунируем И Длинную А Кого мы Гунируем Ставим Вместо нее Ай Получается А Э Пардон Пардон Да Мы тут Будем Ай Почему Ай Значит Получается Каун Т А так Я прозвую Теперь Значит Каун Т Плюс Я Каун Т Я Плюс Суффикс Я Каун Т Я Пардон Ну то есть Каун Т Плюс Я Каун Т Каун Т Я Каун Что такое Каун Т Потом Акун Т Просто Видишь Что Дело Если Было Искушение Сказать Каун Т И Я Евгений Понял О чем Нет Да Я Да Собственно Большое Искушение Вот Я пытаюсь Понять Если Повторить Дим Ты понял Откуда Искушение А смотри Выше Выше Смотри Пример Например Ас Ас Видишь Там Примеры Так Вижу На той же Странице Сверху Да Вот это Где перед Гласными И перед И Вот Вот Примерами Обзаца Читай Перед Гласными И перед У Словаформа Происходят Внутренние Сандхи Чередующие Сегласные И О А А А В смысле Что Вместо Е Вместо Ф В конце Мы бы Написали Ау Я А Я Да 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 Понятно У нас же Тут Е Плюс Гласное Точнее Не гласное Но в данном Случае Е Ну Условия Одинаковые Что гласное Что Е Условия Одинаковые То есть Было бы Каунтей Аккаунтей Я Да Да Аккаунтей Каунтей Я Да С двумя Е Понятно Поэтому Здесь Это оговорка Она Я не могу Точнее Сказать Насколько Она широко Распространяется Ну Мы исходим Из нее Хорошо Ну все Начинайте Основному Правилу Но потом Когда перепроверял Под словарю Когда перепроверял То Не стоит То есть Вы догадались Да А А А А А Здорово То есть Вы прошли Весь процесс А 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 Это Дощечка Для Добывания Огня С помощью Трения А Образовалось То Что Относится К этой Дощечке Относящейся К этой Дощечке Индумаки Индуматея Потом От Индумаки Происходящее От Индумаки Арши Аршея Мудрец И Установленное Мудрец Или Произошедшее От Мудрец Потомок Эми Потомок Айнея Ну Типа Того Да Пусть Ильин Следит За Мыслью Не Я Думаю То Самое Но Но Судя По Глазам Нет Так Я Вчитываю Задание Откуда Сомнение Не Я Это Вообще Не Понимаешь Что Между Твоей Фигней Которой Тетради Нет Ничего Общего Между Тем Что Озвучивает Евгений Вот Тем Легче Давай Так Вот Энни Про Про Проагунирую Про вертизирую Мне И Про суффиксирую Так Ну Вот Первую Гласную Надо В степени Зайти Э Это Ай Вторую Гласную Надо Вгну Айне И И Добавить Суммексу Айне Я Айне Произошедший от черной антилога Да Продолжаем Сын Кунти Имя Собственное Каунтея Угу Слышали Что-то было Слышали вообще такое слово Каунтея Встречалось А в такой Нет Сын Кунти Гарги Тоже имя Собственное Гаргея Сын Гарги Угу Хагини Да Хагинея Угу Сестра И племянник Да Отлично Евгений Справили с заданием Отлично Так Ну что Четвертый Был у нас Четвертый же Ну Давайте Вы продолжите А то Нет Хотя нет Сейчас Пусть и лим Скуснет Давайте дадим ему Четвертый Так Мы берем Основу Основу Существительного Добавляем Суффикс С Чтобы получить Единственное число Именительное Так будет Ашвас Гонь Один Ашвас Ашвак Первый Ну Начинающий А Ага Первый раз Начиная от Один Это такой слайдчик Который обычно Добавляют В конце списка Итд И перевод этого слова Это Итд И так далее А тут не просят Бунировать А Просто я Добавить Алис Да У меня Алис Я Поеду сейчас Смотрю У меня тоже Как Дмитрий Горит Один Повторите Пожалуйста Евгений Как у вас Хорошо Конечно Разумеется Равант Открываем Сандхи Залезняка И что видим Ну там будет Хавант Что написано В первом Сандхи Внутреннем У нас же там На конце Так Нет Ну и На конце Слов Сочетание Согласно Все элементы Кромбер Отпадают Ну будет Хавант После этого Шумные Согласные Оказавшиеся Конечными Глушаются И теряют Притихание Хавант То есть Хавант А Н Хаван А ну Да в шкопках Посмотри Там же Пример Дан Я вот Что-то Залезняка Вообще Не успеваю Понимать Где Читать А ты Не берешь А Третий Или На какой На третий Внутренние Санхи Первые Санхи Там сказано Что отваливается Все Согласные Кроме Первого И дан Пример НТС От него Остается Один Только С В смысле Н Здесь Это похоже На нашу Задачу На наше Упражнение Дим Похоже Применяем Хаван Будет Существо Применяем Хаван Что означает Буддхан Добавляем Добавляем Хорошо Дальше То есть Пробужденный Прямо таки Буддхан Написано Мриду 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 Добавляем С Будет Мягкий Рудант Рудант Добавляем Добавляем ЦК МТС Будет Рудант Травленый Виппинг Плачущий Такой? Какой Евгений Ну Это Как Плакатель Который Разыгралась Драма Прямо Плачущий Плачущий Б Хорошо Дальше То же самое Только Удвинение Последние Глаз Сильный Что означает Сильный Балавант Сильный Балавант Балавант Тот кто обладает силой Угу Дима Запиши себе Балавант Тот кто обладает силой Балавант Поэтому у нас балавант Тот кто обладает силой Значающие Типа силу Не Ну в смысле В русском языке Там сколько Пять балов Шесть балов Семь балов Ну балавант Ну балавант Но балов Это сила Балавант Семья Нелесенной силы Или как словить Дебил Лиш Нелесен Нелесенные силы На счет 5 баллов не скажу. Что, Евгений Сомнительный? Это по залезнику, это не подлежит сомнению. А, про счет баллов я говорю, не знаю. Не готов ответить. Хорошо, дальше. Восьмой. Так мы же, что мы сделали-то в седьмом? Ничего же не сделали. Балаван только север, а последний. Балаван, удлинили гласную последнюю. Этого достаточно. Баланс, баланс. И сад конечных согласных. Это скопление конечных согласных. Господин... Вид вам с... Да. Эм... Что в скопах написано после этого примера? От... От какой буквы происходит? То есть можно вот и так. Хорошо. Что получаем? Знающий. Знающий. Узнание. А... Вид вам с... Слово какое получится? Получается. Вид вам с... Или что? Да? Два согласных? Вид вам с... Или что? Да? Два согласных? Вид вам с... Евгений? Нет. Смотри. Но эм ты можешь оставить так же. А вид вам с... Это что было? Да. В разных словарях по-разному пишут одно и то же. А вид вам... В чем разница? Знающий. Это теперь именительный падеж единственное число. Тот, кто обладает знанием. Ага. Понятно, в чем разница. Одно дело словарная форма, другое дело уже слово в живом потоке речи. Рупаван. Красивый. Красивая... Рупа, форма... Или цвет еще? Что такое Рупа? Евгений? Да. Формы, внешность, собладающие хорошей внешностью. Хорошо. Второй Дима С. Да. То же самое, только обнуление конечной согласной. Да, да, я понял. Значит, Ат... Атман. То же самое, что в С. Т. Точнее, ФБ. Становится у нас... Атма. Т. 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 Достаточно частый перевод — это типа «возвратное местоимение». Ну там начинается сбрегание, живое, существование, сущность. Слушай, это-то вы могли честно посмотреть. И я там просто. Вот, это первое, это одно направление, а другое — это местомена. Так, так. О, собственно, я там. Ну и всё. Я так я. Канья или Канья? Ну, я сам, да. Сам. Становится у нас... Да. Что-то я запутался. Соответственно, мы тут убираем. А что здесь убирать? Не, а почему? Мы же не добавляем. Мы же не добавляли S. Да мы же добавляем S. Добавляли? Ну я сейчас не смогу увести. А, тоже, значит... Добавляли? Значит, Канья добавляем. Мы везде добавляли. Получится Канья. Мы же делаем сначала то, что А описано, потом то, что Д описано. Так и остаётся. Канья. Девушка. Да. А зачем мы это... Потом отбрасываем. Так, добавляйте, а потом отбрасывать. Так и остаётся. Канья. Да. Ооо, это бы только один раз делаем. А традиционная индийская грамматика подходила бы к этому так, что мы примерно 8 раз добавляли и 9 раз убираем. А дальше... Нади... Ну... Нади... Показать, что есть нулевое окончание, надо что-то опросить. На что у тебя будет комплекс неполноценностей? Что-то не доработает. Приводится как... Ну, на самом деле, канал, наверное. Нади. Не, канал я не имел ввиду, река или ещё что-то. Нади... А вот как пишется слово «канал»? Я понял, что ты имел ввиду. Это тот канал, который ты имеешь ввиду. Назвался Грузием? Полезай. Давай. Я принимаю перевод «канал», но это не перевод этого слова, а другого. Какая там «Д»? Скорее всего, наоборот. А, скорее всего, наоборот. Я понял. Какие «Д» бывают в нем вообще? То же самое, только «Д»? Как она там называется сейчас? Теребральная, да. Вот дай мне, что на время универяк сейчас. Теребральная, да. Так. Наааа. На, ба-ба-ба-ба. На, да, Нади. На. Нади. ну что я нашел только надо ну хорошо нашел надо это достаточно значит можете писать сейчас в общем то что ты хотел значение пульса и а долгое и долгое и церебрально видишь разница ну и как и у всех женского рода долгое да но суть в том что они конечно вот быть и родственными но это не одно тоже понимаешь потому что русская запись это разница нади река так и есть значит а лин а верно спали и повелся сильный так на река добавляем с получится полин правильно понимаю то есть и прочитал долго полин полин мы же удлиняем вас на вас все долго что кратко так что мы делаем мы же в ад мы получили атма тут же по примеру также мы же добавили полин с и получилось болин потом убрали с и по получилось болин или мы убрали обе согласно написано обнуление каждый последний конс согласный насколько насколько каждый то есть пока до класса не дойдем то есть мы убрали все и получалось боли ну да последний это всех настолько настолько просто вот настолько всех да атма боли потому что если бы написано так и соответственно люди нам скоро это означало бы один последний раз дальше ра раджан а балла а вот если вы тут уже удлинена вторая гласная то есть балла так и будет балла слава богу меньше дальше в именительном подвижении значит дальше ра раджан царь становится он раджан раджа раджа просто да 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 вот оно откуда точно вот оно откуда точно раджа слышали такое слово раджа да так вот оно откуда ага и последний так слово регина в имени регина становится тем же стри рекс регнум однокорневый понятно да 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 а да да гениально а правило игры такие что мы делаем то же самое что до этого но уже не удлиняем последнюю поскорную огласите правила игры можно сказать, ничего не сделано. А зачем? Ну, не удлиняем. Не знаю. Ну да, согласную добавляем и убираем. С добавляем, все согласные убираем. Нет, согласную-то мы убираем. Да, я говорю, С добавляем, а все согласные убираем. Нет, нет, подожди, подожди, подожди. Мы же, что касается согласных, поступаем как в пункте С. Имя? Да. Получается Nama. Перевод. Что такое Nama? Имя. А что образовываем, значит, форму? По имени. А что такое Nama? По имени, да? По имени, по имени. Нет, у нас было уже в Кочергине, вспоминайте. Nalu Nama. По имени. По имени. Записывай себе. Nama, имя, Nama, по имени. Запомнишь? По имени. Фарван. Записывай. Фарван. Гора. Фарва. Дальше. Балин. 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 Да. Сильный, в среднем роде. Балин, да. Сильный, средний, 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 да, оно, всё, отлично. Так, ну всё, пятой уже не будем, всё, хватит. А зачем все вот так делали? То же самое, но не удлиняли последнюю. Ну? Что? Угу. Чтобы посмотреть, по-разному, видишь, ты же даже уже в кочергне столкнулся, что бывает нама, но бывает нама. А теперь тебе объясни, откуда оно, откуда оно. Эти примеры, это же разные морфологические процессы, в которых показывается, что от одного корня можно образовать сотни разных слов. Но образовывая эти сотни разных слов, мы же используем суффиксы. То есть мы показываем просто всё, весь процесс встречается с суффиксом. Тут происходят разные слова. Как убрали, как добавили. Вот о чём это. Образование слов. Образование слов, да. Как мы получаем разные слова-формы, как получаем разные слова-производные. Так, мы девятое не проходили. Не-не, мы его так и не оттронули. Мы прошли восьмое, да? Прошли девятое? Нет, сейчас не будем, потому что у нас остается полное время тогда для него. Полный, полный урок. Тогда, значит, обращаюсь к Усимску с просьбой. Проспрягать в них пол. Лап. С переводом. А лапх это какой род? Презент си. Сорок шестой. В общем времени. Лапхи. Лапхи. Получай. Лапхи? 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 А. Что лапхи? А, тут лапха же. Лапхи. 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 Постой, постой, постой. Я получаю. Там же сад. Лапхи. Ты получаешь. Лапхи. Что лапхи? Он получает. Лапхи. 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 Вахте. Мы двое получаем. Лапхи. Ага. Те. Лапхи. Вы двое получаете. Лапхи. Фе Те. Они двое получают. Лапхамахе. Мы получаем. Лапхадхве. Вы получаете. Лапханте. Они получают. отлично спасибо Москва падать это у нас П это у нас Парисмат так вот так подми я падаю ПАТА так ПАТ это глагол основа настоящего времени я падаю ПАТА ПАТАСИ ты падаешь ПАТАТИ она падает ПАТАВАС мы вдвоем падаем ПАТАТХАС вы вдвоем падаете ПАТАТХАС они вдвоем падают они вдвоем падают и соответственно множественное ПАТАМАС они падают ПАТАТХА мы падаем ПАТАМАС мы падаем ПАТАТХА вы падаете ПАТАТХА они или мы ПАТАНТИ они падают пАТАТХА хорошо ПАТАТХА Я желаю Ичхаси. Ты желаешь Ичхази. Он желает Ичхамах. Ичхамах. Они двое желают. Ичхазах. Вы двое желаете. Ичхазах. Они двое желают. Ичхамах. Это уже мы желаем. Ичхазах. Вы желаете. Ичхампи. Они желают. Это парасмахер. От Манепада. Ичхэ. Я желаю Ичхатэ. Ты желаешь Ичхатэ. Он желает. Ичхамахэ. Ичхатэ. Мы двое желаем. Ичхатэ. Вы двое желаете. Ичхатэ. Они двое желают. Ичхатэ. А я в тот раз сказал Ичхамахэ. Надо было сказать Ичхавахэ. Мы двое желаем. А вот Ичхамахэ. Это мы желаем. Ичхатэхэ. Вы желаете. Вы не двое больше. Ичхатэхэ. И Ичхантэ. Вы желаете. Они. 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 Вы меняете. Вы или они? Они. Хорошо. То есть надо выбирать какой-нибудь глагол. Или отдельно запоминать окончание. Запоминайте какой-то пример в виде какого-то глагола. Или окончание. Как хотите. Понятно. Но это должно быть где-то приписано, приклеено или запомнено. Просто так. Каждый раз открывать таблицу. Вы замахаетесь. Потому что каждый раз не будете узнавать. Ти. Она самая частотная. Потому что множественного числа очень много. Так. Хорошо. А мы это это не делали. Пусть и лимс. Просклоняй. Блин. Я не делал. Слово. 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 Это с какого занятия-то? Длиннадцать. Не делали? Блин. Можно я хоть какой-нибудь пятый текст при нас по упражнению переведу? Слово. Слово. Да. То, что мы не делали. Ну тогда нет. Не будем сейчас еще. Ладно. Не будем. Выполнить. Блин. Я еще подумал. Чего так много занятий-то там сейчас. До этого. Смотрим. Наверстывай. Надо не встать. Это далеко впереди. Ну я что-то ступанул, перевел. Так. Пятый, пятый, пятый. Это тексты для чтения? И что, перевели? Ну давайте. Так. Значит. Остальные все равно забудут к тому времени, когда дойдут к этому заданию. Какой? Текст, пятый. Пятая страница. Пусть Устилимск прочитает нам. Пятый? Пятый, говорю. Да, да, да. Пятый. 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 Просто ты? Там же верно. А, вача... 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 Вачаат. Вачрат, да. Да разве? Вач рад. Вач... А, вач... Вачрат. Подманом... Бач? Ще? Хи-хи... Я буквы не слышу, громко. Ой, Си-си... Да, там такая приятная словечко. Хи-хи? На самом деле, щи-ши. Что? Щи-ши... Рад. Что же хи-хи? Щи-ши-ши. Ще скажи щи-си. Щи-ши-рад. Бхая... Что? Дим? Какой хи-хи-ши-ши-хи? А это... Да. Лак. Пока следующий мозг преобразовывает, предыдущий тянется. А ты там долгая гласная штука. Прин восклик. Одни растягиваешь, а другие не растягиваешь. Парватанам... Я понял, но это... Парватанам... Очень хорошо, перечитай плавно первую строчку. СМЕИ УДОБРИ ПО... Это же Падапанам, как я забыл. Да. Ватат. Ватат. СачЬ. Какой Ватат? Там, где надо удлинять. Не удлиняешь Ватат. Ватат. Са... Жи... Са... Жи... Жи... Са... Нам. Чи-чи, прямо там Чи-чи написано, да? Хаваааааааааа... Да. Теперь посмотри, какие там слова даются к этому уроку. Саж... Жанна... Хава. Угу. Ну, я так немножко вольно перевел, сейчас озвучу. Значит, как молния страшна в горах, так и холод страшен листу лотоса. Так дерево боится ветра. Опасно, холод опасен лотосу. Ну, там есть варианты и холод, но, в общем, прохлада, да. А прохлада... Ну, опасно, скажем так, опасно. Так, прохлада... Прохлада, не столько холод, а прохлада. Прохлада боится лист лотоса. Нет, холод это уже когда зима, а в Индии зимы не бывает. Лист лотоса один? Нет. Лотоса один или много лотосов? Батман... Сколько лотосов? Я перевел как... Один? Все согласны? А как понять эту школу? Мы их еще не знаем. Удивил, я уже понял. Я спрашиваю, сколько лотосов? Ну, Батмана... Смотрим по окончанию. Евгений, какое окончание? Как не знаем? Смотрим. Листаем назад. Что-то мы, по-моему, не проходили вообще-то. Это же падма, на А краткую. А краткая дается где у нас? Падма на А краткую дается. Так, пятьдесятая. Сейчас пройдем, что? Может ты уже сделал? На пятьдесятой странице старого учебника. Вы в пятом занятии, да, не проходили еще. Так, а где смотреть? Единственное число? Это окончание. Окончание смотрим? Нет, я не знаю. Почему ты смотришь единственное? Смотри, какое окончание подходит из тех, что здесь есть. Да. Ага. Все, я убью. Можественный генитив. То есть это где вот Ам, получается? Лотус не один. Ага. Значит, тогда... Генитива спирает. Так труды боятся листья лотоса. Так и дерево боится ветра, а хороший человек боится злодея. Так, сейчас посмотрим. Не, ну почему? Да, ты понял мысли только сколько людей-то? Сколько злодеев? Такие реальные вопросы, которые неинтересны, да? По логике, да. Молнии сколько? Одна или много? Евгений. Молнии страшны в горах, по поводу боится листья лотоса. В каком? Деревья боятся ветра, а хорошие люди злодеи. Если во внимание окончания... Да, я их что-то пока не учитывал. Да? Ну да, если так, чисто. Сильно на них внимания не обращай, на время и времени посмотрим. Хорошо, Евгений читает вторую сухашек. По счастью... Нулюхов... Како... Нактам... На... По счастью... Ведь я... Ведь я... А, нет. Ведь я... Пехино... Муд... Чистос... Развитом видеа? Муд... Муд塔... Мудс-ту... Секунду, это какая страница? А, ну вот, по 13-й, да? Я тогда по подвесу прочитаю. Ага, ведь я вихину мудха-сту. Мудха-сту. Пива на стам на пашяте. Да. Слова. Пива на стам на пашяте. Да, прочитайте, чтобы примерно понимать, о чем речь. Рака-варона. Ноктам-ночью. Литья-вихина. Залишенные знания. Мудха-сту. Ну вот у меня тут два, на самом деле, варианта. Одно, если дословно, там довольно забавные такие какие-то штуки. Вот, я сейчас сначала такой литературный. Значит, сова не видит днем, ворона не видит ночью. А глупый невежда не видит ни днем, ни ночью. Ну вот, ну тут если именно прям как так вот, типа днем видит не сова. Да. Да. Вот я вот так вот делаю изначально. Да. Ну да, да, да. Ну, соответственно, дальше ворона ночью нет. Все правильно. Мы же должны понять, что из-за стихотворной формы им приходится перестанять слова не так, как им хотелось бы. Понятно? Как, блин, в 4 утра вставать каждый день. Все правильно. То есть ты можешь проходить на несколько занятий вперед, не имея никакой информации. Ну, это было не быстро. Перевести, переводить правильно. Люди видят, ничего за ней. Но надо все равно, чтобы все это лучше легло и правильно. Я старался догнать. Без каких-либо указаний перевести правильно. Это означает, что ты лучше в случае по 5 перескакивать и потом доходить. Ну, я 4 не очень хорошо сделал. Я буду его еще доделать. Ты догнал и перегнал. Мы тебя будем догонять. И так, дома. Пятое по МНО. Пятое, шестое, седьмое. Попробуем. Так. И, и, и. Так как в ближайшие дни у вас море свободного времени, и заняться вам больше нечем все равно. Может, и домашку с вами сделать? Может, и домашку с вами сделать? А мы это все еще проговорим. Пропишем. Чтобы какие-то вопросы возникли уже. А, в принципе, можно сделать домашку, потому что здесь в домашке ничего сверх не требуется. Здесь мы сталкиваемся с таблицей. Значит, существительные, они не все равны между собой. Есть существительные, которые оканчиваются на А краткую. Они мужского и среднего рода. Вот таблица склонения приведена. Здесь же дан санхи А, АС и АС. Это очень часто встречающаяся вещь. Потому что, посмотрите, если к А в именительном падеже добавить С, что получится, Евгений? АС. Собственно, тогда у нас сразу... Это санхи вступает в силу, да? Которая здесь описана. А так как именительного падежа очень много, и слов на А очень много, то получается, что это санхи очень часто встречается. Еще не время. Я уже начну. Я в 40 начну. Сейчас я скончу. Понятно? Вот. То есть, главное делайте кочергину. Останется время к МНО. В такой последовательности. Сначала кочергина. Останется время к МНО. Что от вас ожидает в МНО? Открываем пятое упражнение. Причастие прошедшего времени от следующих глаголов с помощью прибавления... Евгений, что от нас ожидает в пункте А? Причастие прошедшего времени от следующих корней с прибавлением суффикса та к корню в слабой ступени. Собственно, все корни у МНО уже приведены в слабой ступень. Это индийская традиция. Корневой носовой в предпоследней позиции исчезает. Получается только в корне АНЖ, потому что в корне НАХН это его составная часть. Это не предпоследний. Получается, на примере АНЖ, согласно завязнику, что означает корень? Мой вам совет, конспект, распечатать себя и держать в виде распечаток, чтобы не листать в пункте. Корень мазать, а при части прошедшего времени мы убиваем носовую... АНЖ у нас согласно правилам Сандхи перед Т, во что переходит? Открываем. Да. А, да, сейчас смотрю. Что-что? В общем, внутренний Сандхи пункт первый. К. Это у нас J первой разновидности. АКТА. Еще раз было... Анч осталось... Громче, я просто слышу. К. К. АКТА. И получается, было анч осталось... А почему мы берем J1 здесь, например, и... ОКТА. То есть, на J2 я пока не смотрю. АКТА. 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 Это более сложно... Это... Это... Коротко объяснить не могу. Просто прими как данность. АКТА. АКТА. Надо знать... Надо... Надо знать... Какая буква была до санскрита на этом месте. Мы этого не знаем. Просто запоминаем просто. Понял? Ты этого знать не можешь в принципе. Можешь только запомнить. Понять невозможно. Только запомнить. Значит, чтобы проверить это... В конце кочегной есть таблица. Открываем. Приложение третье. Корни глаголов. Да. А, ну тут есть третье вообще приложение? Я тут второе нашел. Какая старая мочебница? Вошли? 256. Видите, там есть столбик причастия страдательного залога прошедшего времени. Так, и что с ним делать? Да? Да. Вот. А в новом это приложение два. Нашли? Ну что, третье я приложение не нашел. Тут я могу? Да, в новой книге приложение два, видимо. Хорошо. Хорошо. Я понял. Это приложение два. Хорошо. Да. Здесь можно проверять, часть глаголов здесь содержится. То, что здесь не содержится, можно всегда проверить по бакнеллу. Бакнелла давал? Так, а что там проверять в плане что во что преобразовалось? Это справочник по глаголам. Ну да, правильно ли у вас получилось? Бакнелл. Там, начиная с середины книги, таблицы. И причастие пришедшего времени это ППП. Это который где-то скидывался, насколько я помню. Скачайте, посмотрите. А он в группе где-то есть, да? Если вам, к конфету Залезняка, нужны примеры, то они содержатся в почерке Залезняка. Что там можно смотреть? Да. Я кинул только что. Есть? Ну, глаголы. Правильность глагольных форм. В частности, причастие прошедшего времени. Лучший справочник по глаголам. Б. Образуйте инфинитив с помощью прибавления суффикса Ту. В пятом упражнении часть В Евгении. Что нужно сделать? Точно так же назальная предпоследняя позиция и корни исчезают. Гуниров на... Да, понятно. Только не что, а корни. Так-так, в каком корне, где есть этот самый, носовая? А каком здесь у нас? Да. Ну, то есть в корне Бандх имеется в виду. А, да. Ага. Понятно? Добавить сумму и гунировать глагол. А, в шестом, в шестом, в шестом. В шестом упражнении. В шестом упражнении. Образуйте третье число... Нет, шестом, шестом, шестом. Третье лицо единственного числа настоящего времени. Индикативе. Третье лицо? Ну, то есть в настоящее время изъявительные наклонения. Понятно. Гунируем корень. Добавляем а. А. Или суффикс Т. Да. Или если, значит, звездочка, то суффикс Т. Ну, в смысле, он не обозначает атманепаду парасмайпаду, он решил использовать звездочку для атманепада. Понятно? То есть, собственно, образовываем глаголы. Так, а вот еще вопрос, в какой день? Мы там проговаривали вроде четверг. Хорошо, я думаю, это будет достаточно. Седьмой не надо. Четверг-четвернадцать или как? Пятое-шеестое. Может, пятницу? Не надо. Не на сегодня. Ну, пятницу я... А, не знаю, у нас сможет кто-нибудь в плане? Нет. Может, нереально. Что? В пятницу утром? В раннем утром тогда, очень раннем утром. А в пятницу днем в два дня? Нет, нет. Только тогда то, что мы говорили на четверг вот в два... Блин, ну... У меня просто вот пятьдесят на пятьдесят может сорваться в четверг. Да, Дим? Да, Дим? Может, для надежности тогда на март? Ну, в пятницу я работаю. Ну, просто... Куда переносим? Ну, просто... Куда переносим? Ну, сейчас мы уже разговаривали на шестое число, да? Я возвращаюсь с пятого. Ну, с утра, да, соответственно, с шестого могу. Ну, да. Ну, ты же не можешь. Ну, а рисковать не стоит, поэтому... Ты возвращаешься с шестого, да? То есть, можем с шестого? Можно сообщить, когда это сделаем? Тогда, тем более, нужно большое домашнее здание. Ну, хорошо, да. Как сделаете, так отпишите, называется. Там решим. Когда это сделаете, сообщите, да. Дадим что-нибудь на повторение. А может быть... Ну, все. Неплохо получилось. Сейчас будет перерыв, поэтому надо поддерживать, чтобы не забыть все. Да, я давайте сообщу. Давайте я сообщу, вот, ну... Ну, пусть тогда... Ну, пусть тогда... Я скажу ясность и нечете, окорачивай. Думай, решай сам. Слышишь? В среду сообщу. Ого. Не за пять минут. Спасибо. До свидания. Все, всем хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания. не �ません. До свидания.